Приветствую вас, и поскольку в вашем вопросе фигурирует большое количество людей, эти люди ваши родные, ваши близкие, то это представляет некоторую сложность для ответа на ваш вопрос. Значит, есть две стороны. Две стороны конфликта. Это родственники вашего мужа во главе с сестрой, которая хочет, чтобы все было по ее желаниям, да? И это, собственно говоря, ваши родственники, которые, ну, условно говоря, хотят, чтобы так же все было по их желанию. Вы хотите видеть свою маму, и это, в принципе, понятно. И, естественно, более того, нормально. А вот чего хочет ваш муж, как-то из вашего письма, из вашего сообщения, не очень приятно. То есть, выступает ли он, скажем, против своей сестры? Дает ли он ей спор? Защищает ли он, ну, скажем так, ваши границы с семьями, да? Защищает ли он вас, как вот семью? Это всего не очень понятно, потому что, ну, по вашему сообщению, получается так, что он вообще занял довольно-таки такую нейтральную позицию и просто-напросто делает то, что ему наиболее выгодно. Так вот, это не совсем правильно, потому что, ну, надеюсь, понятно, что нельзя, занимая какую-то негативную позицию, да, нельзя вообще что-то добиться. И до тех пор, пока у вашего мужа не будет четкой позиции, причем эта четкая позиция не будет, как бы, сориентирована с вами, с вашей позиции, то я думаю, что из этого точно вообще ничего хорошего не получится. То есть, вам нужно для начала выяснить у своего мужа, чего он хочет. Вот именно ваш муж. Дальше, следующий важный момент. Как это все можно, ну, воплотить в жизнь? Тоже очень важный момент, потому что если возможности поплатить в жизнь то, что вы хотите вместе с мужем, нет, то уже у вас будут конфликты. Такие, какими они были, вот, когда вы поругались из асфальта. Далее, чего хотите вы вместе? Вот, мужчина чего-то хочет, а вы чего-то хотите, ну, ну, как-то ваше желание, ну, привести к общему знаменателю, привести к общему какому-то виду, чтобы вы все-таки стремились к чему-то одному. Ну, я надеюсь, вот этот момент, он вам понятен. И вот тогда, когда эти аспекты будут выявлены, когда эти моменты будут решены, вот тогда можно говорить о том, чтобы уговаривать вашу маму. Маму, чтобы придумать какие-то слова, да, для того, чтобы ее как-то расположить к вам. Чего она не хочет, а что ей не нравится в идее свадьбы, вашей свадьбы. Что ее не устраивает? Вот она говорит, добро она свадьбу дает, но на свадьбу не придет. Что ее не устраивает, что ей не нравится? А хотите ли вы проводить свадьбу с родственниками мужа? Если да, то сперва нужно договориться с ними. То есть, как вы соотнесете с тем, с чего хотят родственники мужа, свои желания, свое видение. К чему-то с ними придете, и тогда уже можно будет говорить о вашей маме. Ну, я думаю, что если ваши родные не помирятся, то оптимально будет провести свадебную церемонию, например, с вашей мамой без родных мужа. Вот так, как хотите вы. Потому что свадьба – это желание невесты, свадьба – это желание женщины. И ваш мужчина, если он любит, он это поймет. А потом еще один праздник провести с родственниками вашего мужа. Я думаю, что этот вариант наиболее оптимальный, потому что вряд ли вам удастся сделать так, чтобы все были довольны. Вообще говоря, все довольны не бывают никогда. И это наивно полагать, что можно угодить всем, удовлетворить желание всех. Это невозможно сделать, особенно если родственников много, и если каждый тянет одеяло на свою сторону. Но, вот что я вам хочу сказать. В вашей проблеме существует один очень важный момент. Этот момент, он связан с тем, как вы позиционируете свою проблему, связанную с сестрой. То есть, сестра хочет быть главной. Главное, она хочет быть везде, и это понятно. Она так привыкла, и вряд ли она захочет, ну, скажем так, сдавать свои позиции в этом плане. Но вам жить как-то нужно будет с мужем еще. Поэтому здесь постарайтесь занять определенную позицию, что если мужчина, ваш муж, не будет защищать вас от нападок сестры, от вмешательства его семьи, то ваши отношения обречены на провал. Ваши отношения обречены на постоянное подчинение его родным. А это значит, что конфликт, который между вами произошел, он лишь только первое раздышко в небе. И вам нужно вначале, вот сперва, вместе с мужем прийти к тому, как вы увидите свою семью. Какие места ваши родные в ней занимают, в жизни вашей семьи. И вот в зависимости от того, к чему вы придете в этом вопросе, вам и нужно будет так-то строить свое общее совместное поведение. Если мужчина видит, что вы без мамы действительно свою свадьбу не хотите, это ваше право. Ну и он, как мужчина, пойдет вам навстречу, а она со своими родственниками договорится. Тем более, что они ведут себя достаточно вызывающе. И сестра привыкла быть главной, а это не всегда хорошо, не всегда правильно. И понятно, что у вас родители сопротивляются и не хотят, чтобы так было. Если же ваш мужчина не захочет идти вам навстречу, ну тогда уже вам решат. Либо подчиняться ему, подчинитесь, и будете, наверное, подчиняться тогда всегда, всю жизнь. Либо будете делать по-своему, будете настаивать на своей позиции. И если мужчина любит, он все-таки для вас это сделает. Ну а если не любит, значит делать ничего не будет. Ну и не менее тревожный момент, это то, что он ушел в запой, когда вы прыгали в силу. То есть, по сути, с чего он ушел в запой? Вот по вашему сообщению, получается так, что ему не понравилось, что вы поехали к тете готовиться к свадьбе. И из-за этого вы прыгали, и из-за этого он ушел в запой. Вот это опять-таки проявление ненадежности, ненадежности мужчины. А если мужчина ненадежен, то вам будет с ним тяжело. Если вы будете знать, что на него положиться нельзя. Или если вы будете знать, что, ну, доверять ему на степор, на этот нельзя. То есть, поэтому об этом тоже я бы вам рекомендовал поговорить. Вы задаете впечатление мягкого человека, вы задаете впечатление понимающего человека, вы задаете впечатление человека, который может многое терпеть, многое простить, многое понять. Но если вы не будете решать свои интересы сейчас, то потом вам же от этого всего будет хуже. Вот еще у мужчин в запой. Вы не выдержали, его забрали. Если это первый раз, если он перед вами извинялся, если вы помирились, если он, глядя, меня пообещал, а больше так не делать, хорошо. Ну, а что будет, если он еще раз идет в запой из-за какого-нибудь конфликта? Вы опять его будете забирать? Вы опять будете, по сути дела, играть для него роль мамы? Не думаю, что это хорошая позиция по отношению к мужчине. Ко взрослому мужчине, который собирается создать семью. И потому старайтесь действовать со своих интересов, старайтесь действовать так, как хочется вам, и оставить свою позицию. При условии, конечно же, что она не вредит другим людям. Я думаю, на этом все. Вашу ситуацию нужно бы по-хорошему разобрать больный патрон, потому что слишком много нюансов, которые вот так вот в одном не очень большом сообщении и предложить невозможно. Но я думаю, что в общем и целом на ваши вопросы я ответил. Общее направление вам дал. Также стоит отметить, что переубедить, поменять, переделать людей не получится. Ни вашего мужа, ни вашу маму, ни родственников мужа, никого. Поэтому либо вы принимаете людей такими, какие они есть, либо не принимаете. Либо вы идете по жизни своими желаниями и принимаете лишь тех, кто разделяет их в ваше желание. Либо вы идете по желаниям других людей. То есть все здесь зависит от вас. Опять. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!